Стеклянные бутылки, алюминиевые, жестяные банки, пластиковые упаковки. Большинство неразлагаемых или долго разлагаемых отходов можно и нужно перерабатывать, уверены экологи. Сейчас наша планета уже настолько сильно засорена отходами нашей жизнедеятельности, что на грани она становится экологической катастрофой. Пластик везде, пластик разлагается очень долго, до 400 лет. И он разлагается на микропластик, который попадает в воду, в пищу животным, а потом и в нашу пищу. Соответственно, наносит, конечно же, непоправимый вред нашей планете. Сами экологи признают, полностью отказаться от использования пластика современному человеку практически невозможно. Поэтому его нужно разделять в зависимости от категории, которая указана в треугольнике на упаковке. Почему важно именно разделять отходы? Но если взять общий бак ТКО, твердых коммунальных отходов, и все туда бросать, то выделить оттуда полезное очень сложно. Но это порядка 4-7% из всей массы мусора выделяется и перерабатывается. Если мы относимся ответственно, думаем, что мы делаем, то мы отправляем эти отходы в специальные баки. И здесь уже другая история, прямо противоположная. Практически все, за небольшим исключением засора, идет на переработку. В России ежегодно на свалках оказывается 65 миллионов твердых бытовых отходов. При этом на вторичную переработку идет не более 7% из них. Некоторые российские предприятия уже сегодня успешно внедряют ресайтлинг и выпускают востребованные товары. Лавочки и детские площадки, одежда и аксессуары, тротуарная плитка и материалы для упаковки. Переработанные отходы могут не только снизить количество мусора на полигонах, но и обрести вторую жизнь. При этом, по словам экологов, перерабатывать возможно даже композитные материалы, такие, например, как тетропак. По поводу тетропака, то, что вы сказали, да, действительно, это композитный материал. Композит, это значит, несколько видов материала очень плотно друг с другом слеплены, так что их очень сложно разделить. В этом как раз сложность переработки тетропака. Но, опять же, он перерабатывается, его можно сдавать на переработку, в частности, у нас на акциях его берут. И хотя в нашем городе есть контейнеры, где бытовые отходы в зависимости от материала можно утилизировать в любое время, экоактивисты рассказывают, что на своих акциях они принимают в том числе и редкие фракции, такие, как, например, компакт-диски и блистеры от лекарственных препаратов. Экомероприятия проводят каждый месяц в Центральном парке культуры и отдыха. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».